Просто представь, у тебя классная борода, есть жена и дитё, твоей семейной жизни позавидуют каждый второй, но с тобой живут ещё тёща и дядя. Зачем они нужны? Везде, а то всюду ты только и слышишь о какой-то октябрьской лотерее, твою азартную душу это подкупает, и с мыслями, ща как выиграю квартиру, покупаешь билет, слушаешь результат и выигрываешь рабочее место на пропускном пункте Грештина. Но люди обычно говорят, где это? Твоя жизнь превращается в паспорт-отказ, паспорт-отказ, привет, Джорджи, увидимся в следующий раз. Отказ, 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 отказ. И так могло бы продолжаться до бесконечности, если бы не 13 достижений, скрашивающих твою скучную жизнь и 21 различная концовка. Личная карта где? Личной карты нет, начальник, но есть вот это. Попробуй. Нет, мне сладкое нельзя. В нём нет сахара, начальник. Скажи же, вкусный, насыщенный, сочный, заряжает энергией так, что ты сможешь всю смену тут спокойно просидеть. Ты только посмотри на этот дизайн. Собственное российское производство и два вкуса, классический и тропический, полностью без сахара. Вот, держи, тебе ещё попробуй. Состав без всяких гадостей. Чисто. Ну, слушай, больше у меня при себе нету, но я оставлю ссылку в описании, чтобы ты мог заказать ещё. Начальник, а так печать поставишь. Рабочие дни идут, от красных печати уже болят глаза, зелёные ставить вообще не хочется. Пуш-то это сволочь, что имя поменяет, то город новый придумает, то паспорт показать забудет. Сука, как дал бы! Но не все уроды, уроды. Есть необычные уроды с коллекционными жетонами своих стран. На четвёртый день суровой проверки бумажек придёт женщина с бумажкой, по которой ей туда можно, но циферки говорят обратное. Лицом и пальцем тычем ей через очки, чтобы точно было видно, что надо было раньше. Она говорит, что там сына корзина сидит совсем один, и не виделись они невероятно давно. Это растапливает нашу душу. Ставим зелёную печать, получаем штраф и монетку импорта вместе с достижением. На пятый день дожидаемся мужик... Ты не Джорджи. Вот Джорджи. Но к нему мы ещё вернёмся. У мужика с документами всё круто, а в следующей очереди идёт его жена, у которой не всё круто. Тычем пальцем в проблемные места, умело ковыряя ранку. Она говорит, что если она не свалит, её там убьют, изнасилуют и прочей радости чуток. Тянем время, чтобы пощекотить ей нервишки. Тратим на неё зелёные чернила и получаем монетку Антегри. А вот и Джорджи. Джорджи. 150 сантов мощи с радужным ультрапоясом по химии, который точно знает, в каких пропорциях и на какой горе надо смешать лимонную кислоту и сахарок, чтобы было хорошо. Ещё и рукастый. Сам нарисовал паспорт. Но не очень смышлённый. Пуш-то свои выходки особо не скрывает, и я удивлён, как его тело ещё не познало всей прелести резиновых дубинок. Но, Оля, как же я его обожаю, как же я рад каждому его приходу. Да, первые четыре раза у него какие-то беды и пройти ему нельзя. А если и на одиннадцатый день, когда у него всё круто, ты его тоже не пустишь, то он тебя и нахуй пошлёт. Но любя. Так что на одиннадцатый день его пропускаем и получаем монетку Арбистана. Не переживай, он ещё придёт. Там денег чуток даст, скажет, кто его научил делать паспорта. Одним словом, классный мужик. Хочу себе такого сына. На двенадцатый день придёт мужик, который собирает свою команду инженеров и хочет, чтобы мы ему помогли. Обращаем внимание на людей, приезжающих по работе. Каждому, у кого написано машиностроение, отдаём визитку. И так надо раздать все визитки. На шестнадцатый день к нам снова приходит этот мужик и говорит, они все дебилы. Но один что-то умеет и могёт. Спасибо тебе. Держи денежку и монетку Арстоцке. Слава Арстоцке. Слава Арстоцке. Слава Арстоцке. Слава Арстоцке. Слава Арстоцке. В начале третьего десятка дней к нам придёт молодой челобум, у которого документы явно не все. А проехать прям срочно надо. И чтобы мы потратили на него зелёные чернила, он даёт нам денег. И то, ради чего пацаны в девяностые шли на перестрелку, забывая об опасности и самосохранении. Электронные часы Монтана. Мужика мы пропускаем, штраф получаем. А на 23 день он же возвращается, но уже со всеми бумажками. Просит часы обратно, нарывается на арест словами, что там царапина и вообще верни деньги мразь. Деньгу на место, а мужик задумался. Не все оказываются лживые ублюдки. Да и царапина уже была, деньга остаётся у нас и монетка республии тоже. На что готовы люди, когда отсутствуют какие-либо документы, а проехать прям очень надо? Они готовы отдать свою честь и невинность за зелёный штампик. А бородатые мужики ночами сидят и пишут любовные записки. Но нас так просто не возьмёшь, у нас стальные яйца и железная селезёнка. Отказ. Через одного человече придёт другой мужик и после стандартных вопросов «Зачем?» «Затем». «Насколько?» «Настолько». «Скажет, что жизнь дерьмо, всё херня, меня никто не любит и вообще пиздец». И что, скажи мне, что поддержит мужчину в трудный момент его жизни, если не другой здоровый бородатый мужчина? Даём ему записку. Он очень радостный. Кхм. Подкат удался. И получаем монетку калечий. И не подумайте, тут никакой пидросни нет, только настоящая мужская дружба с двойным проникновением. С документами у него, кстати, всё окей, можешь не проверять. Саймон Вэнс. С ним связан отдельный сюжетик и вообще его действия не крутые. Суть-то дела в чём. Придёт здоровый мужик, даст фотку своей дочи и расскажет свою и душесчипательную историю. По приходу Саймона мы забираем его паспорт, но пропускаем. И паспорт Саймона даём этому здоровому мужику за монетку Объединённой Федерации. Саймон, кстати, F. Все семь жетонов собрано, а шесть очевок ещё впереди. На двенадцатый день к нам приходит инспектор и спрашивает, знаем ли мы что-то про команду злобных ежей, которые хотят сделать чух-чух в коммунизм. Если что, издал я это ртом. И если ты очень совестливый и дохуя честный, ты отдашь ему листик кроссворда ёжика и пойдёшь на кол. А вот не надо быть слишком честным, дружи. Ёжики вообще очень странные ребята. Они почему-то всё равно уверены, что мы топим за их сторону, и когда мы не делаем чего-то из того, что они просят, они такие, да как так-то, брат, ну мы же договаривались, да сейчас, смотри. И вот на двадцать третий день в бесконечной очереди стоит человек в красном. А некоторое время назад ёжики дали нам ключ от ящика с боевыми пульками, полностью игнорируя тот факт, что этот заряд семца может прилететь ему прямо в лицо, прямо через стекло. Во время суетной суеты делаем боевой бум в красную цель, которая хорошо, что очень смелая и не двигается. Говорим семье дежурная, прощай, и смотрим на достижения. Вообще, это же мы не только там перевороты в стране контролируем, мы ещё и работу работаем. И получаем даже что-то типа денег, которые эта армия родни жирает, суки. Для достижения лучший работник нам надо из своей пещеры уровня подвал переехать в хоромы уровня пять. После некоторых дней, если денег достаточно, поступит предложение переехать в квартиру уровнем выше. Собирай чемоданы и переезжай. И давай раз за разом, пока доберёшься до пятого этажа уровня. Достижения, именуемые член ордера, снежные поля и слава Арстоцке. Слава Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке. Получается, тобой уже в конце месяца твоей работы, в зависимости от чего там твоя головушка наворотила. Чтоб стать полноценным членом ордена, тебе надо выполнять основные сдачи хитрых ежей. А именно, пропустить нужных людей, про которые они тебе что-то скажут на одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый, двадцатый день. И на двадцать седьмой день забрать паспорт у некого Кордона Калу. Ты просто сидишь, смотришь в окошко и говоришь, слава новой Арстоцке. Поздравляю, ты член ордена, жив, цел, орел, и ты новая шобло-ебла, которая ходит и просит инспекторов кого-то пропустить. Чтоб отдать славу Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке, слава Арстоцке. Надо по приходу хитрых черно-белых сонников-супер-ежиков просто слать их нахуй. Они говорят, Мишаня должен пройти, а ты говоришь, чтобы они все прошли нахуй. И так до конца месяца. Инспектор скажет, друже, у тебя допрос Ты на уверенных щах сидишь и слушаешь его слова После чего он говорит тебе, ты, конечно, косячный человек Очень невнимательный, и ну таких работников нахрен Но еще ты красавчик, иди работай дальше Слава Арстот, Слава Арстот, Слава Арстот, Слава Арстот, Слава Арстот Слава Арстотски, Слава Арстотски Чтобы попасть на снежные поля Арбистана Надо обязательно взять племяшку и подружиться с Джорджи А так на протяжении всего месяца можешь делать, что хочешь Хочешь, пустил ежа, хочешь, не пустил ежа По итогу ты, взяв все свои запасы деревянных Шесть паспортов Арбистана, про которые тебе сказал Джорджи Прыгаешь в скорый поезд Арстотска-Арбистан Проходишь КПП и живешь новую жизнь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...